Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ, программа «Бизнес-класс», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему внутреннего туризма в России, причем я настаиваю на слове «внутренний туризм», потому что, как оказывается, может быть, это не всегда явно, в России-то есть что посмотреть, куда съездить, где отдохнуть. Но как это сделать и всегда ли это заканчивается благом для нас с вами, как для туристов? Вот об этом мы сегодня и поговорим. И я с удовольствием представляю сегодняшних гостей. Это Семен Фомин, совладелец гостиничной сети «Сороковой Меридиан». Добрый вечер, Семен. Добрый вечер, друзья. И это Константин Радушкевич, генеральный директор компании «Райзебюро Вельт». Добрый вечер, Константин. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность принять живую беседу, живое участие в нашем разговоре. Позвонить для этого стоит в студию, телефон 6510-996, код Москвы-495. Либо написать на сайте finam.fm свой вопрос или свои размышления по этому поводу. И мы обязательно обсудим это в прямом эфире с сегодняшними моими гостями и ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, собственно, давайте начинать. И первый какой-то блок такой вступительный мы посвятим именно знакомству с вами непосредственно. А потом попытаемся все-таки на эту тему более широко посмотреть. Итак, Семен, с тебя мы начнем. Совладелец гостиничной сети «Сороковой Меридиан». Расскажи в двух словах. Это, насколько я знаю, один из подмосковных городов. Красивейший, великолепнейший. Расскажи, пожалуйста, как это выглядит все. Олег, расскажу с удовольствием, но мы сказали уже все, кроме того, чтобы город назвать. Это город Коломна Московской области, в которой действительно расположена... Нужна быть интрига какая-то. Да, это отлично удалось. Так вот, речь идет о том, что наша гостиничная сеть стартовала и продолжает успешно развиваться на базе города Коломны. Мы развиваем малые гостиничные формы и представлены отелями с номерным фондом до 50 номеров. Мы сертифицированы 4-звездочной гостиницы. В нашем составе появился такой достаточно интересный проект, который мы сейчас собираемся тиражировать. Это отель на воде, который мы также сертифицировали. И вот он как раз является таким... Извини, я небольшой донаток. Подмосковье, а в Коломне есть вода? В Коломне есть целых две воды. Это гордая река Ака и еще более гордая река Москва, которые в месте своего стечения образовали такой анклав, в котором мы решили построить в начале Яхт-клуб, что мы успешно сделали в 2004 году. Проект разрастался, он занял какую-то все большую часть территории по отношению к первоначальному. Сейчас там достаточное количество сервисов. Это открытые и открытые теннисные корты, это собственный Яхт-клуб, это гостиничные предприятия, это рестораны. Мы там принимаем как бизнес туристов, так и событийных туристов. И, в общем-то, достаточно приятное и уютное место, которое все любят посещать. Как из Москвы люди, так и из Питера к нам приезжают. Огромное количество компаний-корпораций у нас проводят свои мероприятия. Второе предприятие расположилось на Москварике. Это тот самый отель на воде, который я уже с интригой тоже попытался вам преподнести. Мы построили этот объект как судно, которое, собственно, является судном. Оно зарегистрировано в регистре судов, но спроектировано как площадка для того, чтобы быть сертифицированным гостиничным предприятием, то бишь размещать все сервисы, которые необходимы гостинице. Большой ресторан, большие номера, все необходимые специализированные помещения, которые позволяют нам качественно и достойно обслуживать наших гостей. Здорово. Здорово. Спасибо, Семен, за этот краткий анонс. А, Константин, вопрос тебе теперь, собственно, поскольку речь идет о внутреннем туризме, то есть с этой точки зрения мы теперь взглянем. Значит, ты, как ты сказал, туроператор, правильно? Да. И основной бизнес – это как раз создание услуг по туризму России. Основной бизнес – это приемы, обслуживание гостей внутри России, в том числе иностранных, но и, конечно, наших российских. Я хочу первым делом немножко подойти вот к самому туризму. При социализме у нас туристом считались люди, которые в кедах с рюкзаками и идут в лес. И даже был такой продукт, назывался «Завтрак туриста». Продавали его в магазине в такой консервной банке. Но, как выясняется сейчас, что туристов на самом деле гораздо больше категорий. То есть не те только, кто идут в лес, да, с рюкзаком? Абсолютно. И не те, кто в Панаме с фотоаппаратом и в таких широких шортах ездят в автобусе. А всего по классификации ЮНЕСКО на сегодняшний день 24 есть вида туризма. И в России, ну, я понимаю, что сейчас мы говорим в основном о рекреационном туризме. Это прибытие с целью отдыха. Вот. Но я все-таки хочу сказать, что такое туризм вообще и кто такой турист. Туристом считается, как бы сказать, любой человек, совершающий поездку из мест основного проживания на период более одного дня, с одним условием, что в посещаемом месте он не может работать по найму и получать заработную плату в этом месте. Поэтому все остальные граждане, которые совершают поездки, автоматически считаются туристами. Сложная формулировка. Она где, кстати, записана? Вы знаете, она записана во многих учебниках по туризму. Я не знаю, кто это. Сейчас уже не помню, кто это дал определение. Но действительно это так. Ну, то есть подавляющее большинство тогда, получается, у нас сограждан в какой-то степени туристы. По сути дела, да. Это те, кто не едут работать. Это туристы. В прошлом году в России, так сказать, в рамках внутреннего туризма отдохнуло более 30 миллионов человек. Вот это данные нашего комитета по туризму города Москвы, который тоже ведет эту статистику. Кстати, если говорить о некой динамике, да, если сравнивать эту цифру с предыдущими годами, ну, может, там, предыдущие пять лет, какова она, эта динамика? Растет? Она немножко растет. Она не дает там какие-то 20-30 процентов. Она немножко растет, порядка 5 процентов в год. Все-таки уже кризис, как говорится, далеко позади, поэтому людям нужно отдыхать. Люди ездят отдыхать. Ну, это нормально. Ну, ты сам правильно говоришь. Кризис позади, значит, соответственно, наверное, уже народ как-то все больше и больше смотрит на то, чтобы отдохнуть. И, наверное, цифра эта должна быть и более приличная. Нет? Ну, это... Два-три процента в год. Ну, на сегодняшний день... Или это нормально все-таки? Вы знаете, я вам скажу, на сегодняшний день все-таки, как въездного туризма среди иностранных туристов, так же и внутренний, большого роста нет. Нет. Можно сказать, что он не очень популярен. Не то, что он не очень популярен, просто, может быть, это как раз и та цифра, которая должна быть, исходя вот из развития общества, потому что здесь много факторов на это влияет. Но, тем не менее, это, в общем-то, большая отрасль. И вот из этих 30 миллионов граждан российских, да, которые отдыхали по внутреннему туризму, наверное, порядка 40% это именно организованный туризм. Это те граждане, которые приезжали через туроператоров и пользовались, ну, конечно, экскурсионными услугами не так много людей пользовались. Ну, то есть какими-то услугами, которые, собственно, для них как раз... Да. Вот с этой точки зрения, то есть мы сейчас вот это замечательное определение послушали в исполнении Константина, но мы будем говорить о том, что в большинстве случаев подразумевается под туризмом, да, то есть это вот некое действительно активное действие, когда человек перемещается, да, ну, в пределах России сейчас мы говорим, ставит перед собой конвертную задачу. Вот я, значит, готовившись к этой программе, выделил, ну, на мой взгляд, основные, если это не так, вы меня поправьте, основные сегменты внутреннего российского туризма. Это прежде всего турист пляжный, знаем, о чем идет речь, это туризм оздоровительный, это туризм горнолыжный, и это так называемый культурно-познавательный туризм, вот, значит, в некоторых источниках он так называется. Тоже понятно, в принципе, о чем идет речь. Наверное, есть какие-то более экзотические примеры, да, что люди едут, ну, вот я знаю, там, на охоту на рыбалку, но это, наверное, тоже можно куда-то вот в одну из этих категорий, может быть, можно отнести, ну, либо просто поставить отдельно. Поэтому мы будем говорить с вами сегодня вот об этих четырех все-таки, да, основных моментах, когда человек считает себя туристом и ставит себе конкретную задачу. А дальше, вот мне будет уже интересно, и Семен, я надеюсь, к нам подключиться, дальше мы поговорим о том, насколько комфортно, насколько удобно, насколько легко человеку, да, вот эту задачу выполнить. Ну, давайте самое простое, ну, и самое очевидное. Летом все хотят позагорать, тем более сейчас, да, огромная конкуренция, кстати, об этом тоже надо будет поговорить. Огромная конкуренция, и многие наши сограждане по каким-то причинам выбирают не внутренние великолепные пляжи Краснодарского края, например, да, а едут в эту далекую Туретчину, Египетчину и так далее. И вот здесь встает сразу вопрос, говоря о пляжном туризме, да, что привлекает наших сограждан поездка за рубеж, а не внутренний туризм. Сейчас мы послушаем новости на Финам.ФМ, а потом об этом поговорим. Ну что ж, друзья, продолжаем наш разговор. Тема сегодняшней программы «Бизнес-класс» на Финам.ФМ «Внутренний турист в России» сегодня в гостях. Семен Фомин, совладелец гостичной сети «Сороковой Меридиан» и Константин Радушкевич, генеральный директор компании «Райзебюро Вельт». Кстати, забавно, мы до эфира говорили о том, что, да, вот, собственно, это же российский туроператор. Абсолютно. А название у него какое-то нероссийское. Костя, почему? Ну, это так исторически сложилось, потому что компания очень была организована еще в 93-м году, и у нас были немецкие партнеры, и мы начинали с немецким рынком. А потом уже перерегистрироваться просто с... Совершенно точно, да, сейчас это уже чисто российский туроператор, так название осталось, потому что помнят его. Ну, в этом, кстати, вот, да, мы как раз готовились продолжить наш разговор, в этом есть сермяжная правда жизни, потому что мы сейчас начинаем обсуждать проблемы, ну, или там, ситуацию во внутреннем туризме, и она, как ты правильно сказал, проигрывает во многом, внутренний туризм проигрывает за бугорному, да, за рубежному. В чем суть этого? Ну, проигрывает в первую очередь пляжный отдых, потому что Россия северная страна. В России невыгодно строить отели на Черноморском побережье, ну, точнее, их не так выгодно строить, как в Турции или в Египте, где... Где круглые сутки, по сути, да, сезон? По сути, сезон в Турции 8 месяцев, а у нас 4, и нам предстоит отработать инвестиции за 4 месяца в году, а им за 8, и это, конечно, ну, уже гораздо проще, да, поэтому я вам могу рассказать просто один такой пример из жизни, он очень характерный. В 2004 году вот мой товарищ, он очень много работал, он вообще никогда не ездил отдыхать, вот, а потом он поехал в Туапсе. Отдыхать? Отдыхать с женой, с двумя детьми, так вот, дорога в Туапсе и обратно, на четверых, плацкарты, это 20 тысяч туда, 20 тысяч обратно. А что и плацкарты? Совершенно точно, ну, потому что купе дороже. Вот, комната довольно большая на четверых в сарае, 3 тысячи в день. Это какой год еще раз? По-моему, это 4 или 5 год, на 2 недели. Вот эта комната с дорогой, это уже 80 тысяч, при этом нужно еще детям на пляже какие-то развлечения, и нужно вообще покушать на минуточку, вот, поэтому как минимум это 100 тысяч, но за 100 тысяч на четверых можно в Турции получить довольно приличные сервисы и вообще ни о чем не думать. Согласен. Согласен. Значит ли это, что, в принципе, дальнейшее обсуждение проблем пляжного туризма внутреннего России, он не имеет смысл уже. Потому что изначально все это невыгодно, нерентабельно, неконкурентно способно. По одной простой причине, что у нас северная страна, у нас лето маль, даже на югах, на наших отечествах, там лето очень небольшое. Нет, это не так. И вычеркнуть это все дело. Нет, это абсолютно... Давайте заниматься другим. Нет, это абсолютно не так. У нас очень много есть россиян, которые любят отдыхать в России. Ну, любят, что они такие ура-патриоты, да? Я вот из принципа не поеду в Турцию. Нет, они... Не буду инвестировать... Нет, нет, они не ура-патриоты, они не ура-патриоты, а они любят общаться на своем родном языке. Костя, я тебя умоляю, ты когда бы в Турцию пошли? Там, по-моему, кроме как по-русски никто и не общается. По крайней мере, есть такие анклавы, места специальные. Ну, есть, да. Нет, я просто к тому, что если ты переживаешь, что не услышишь... Нет, вы знаете, я вам скажу, но при этом... Я тебе пару отелей назову. Гостиницы летом в Сочи или в Геленджике, они полностью заполнены туристами, причем нашими, иностранцев там практически нет. Ну, что их привлекает? Очевидно, что сервис там хуже, ты сам сказал. Хуже. Что там дороже, ты сам сказал. Дорога ужасная, ты сам сказал. Питаться там, ну, под вопросом, ладно, хотя тоже наверняка это все. Что их туда привлекает, скажи? Поговорить? Не знаю, но... А поговорить? Ну, по крайней мере, туда едут очень многие из регионов едут. Я понял. Ну, и москвичи тоже, москвичи любят Сочи. Семен, ты как специалист в известной отрасли, что ты можешь сказать про инфраструктуру? У меня есть несколько предположений, Олег. Здесь, когда мы обсуждали виды туризма, я бы рискнул добавить в этот список еще один и существенный вид. И под разновидность туризма это событийный туризм, который в последнее время очень сильно нарастает и развивается. И также в продолжении моих предположений хочу сказать вот что. По поводу того, почему, возможно, наши соотечественники посещают те места, которые они любят у себя дома и предпочитают не ехать куда-то за границу. Я думаю, что в конечном итоге, преодолев 20-летний провал того сервиса, который отсутствовал практически в большинстве регионов нашей страны, мы сейчас приходим к тому, что некоторые представители регионов пытаются восполнить эту нишу. Они пытаются этот сервис предоставлять. Да, объективно, я, конечно, не могу возразить, существуют и транспортно-логистические проблемы, существуют проблемы ценообразования в туристические услуги как таковой. Да и в услуги, которые предоставляют предприятия сферы гостеприимства, туроператоры, отдельные гостиницы. Все это есть. Вот гостеприимство, хорошее слово ты сейчас его произнес. Мы сейчас об этом поговорим, потому что здесь не просто какие-то материальные, что ли, в этом слое материальные подтексты, а это еще и профессиональные. Так вот, именно то, что говорил Константин, по сути дела, это эмоциональный акцент. Это эмоциональный якорь, который мы любим получать, ощущая себя частью какого-то большого социума, частью большой страны. Давайте посмотрим на последние тенденции, которые, допустим, за пределами нашей индустрии происходили. Количество новых автомобилей, личного автотранспорта, которые появлялись в последние годы в крупных городах России. Ведь если мы посмотрим то, что произошло с Америкой, когда автомобиль стал средством личного перемещения, Америка начала перемещаться между штатами и посещать те штаты, места, регионы, города, муниципалитеты, которые были интересны людям для места проживания, для места отдыха, для места работы. Сейчас мы являемся свидетелями того же самого. Возможно, чуть-чуть хуже у нас транспортное и дорожное сообщение, но, допустим, в рамках центрального и северо-западного федерального округа огромное количество людей перемещается просто потому, что могут. Семен, я тебя прерву, мы сейчас поговорим и об этом обязательно, потому что проблема транспортной инфраструктуры, она ключевая, да, по крайней мере для внутреннего туризма, это точно. Давайте послушаем, у нас есть звонок, и наверняка это вопрос. Евгений, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, я вот долгое время жил в Краснодарском крае, я делал как бы все отели. Пришел к выводу, на самом деле, что по сути, кроме отелей 5 звезд, которых, в принципе, очень мало в Краснодарском крае, всего 2 или 3, я могу сказать, больше отдыхать, по сути, да, страдает сервис везде. По стоимости, я вот первый раз ездил за 30 лет за границу, все-таки решил поехать. За 30 лет, я правильно услышал, за 30 лет? За 30 лет. Принципиально не хотел выбирать Турцию и Египет, а выбрать что-то нормальное, но безвизовое. Единственное, что подошло, это Черногория, и вот я сравнил, в принципе, тоже вот, я приехал 4 звезды, отель был такой же, как в России, скрипучий мафрас и плохое питание, хотя это такой хороший был отель по всему описанию и отзывам, то есть переехал в единственный, опять же, в Черногории, 5-звездочный отель, единственный. А сервис, по сути, такой же, как и в нашем, 5-звезд, ну какая-то есть вот градация, вот 3 отеля, 4 звезды, 3-4, там непонятно, а вот 5, все-таки он должен был 5. Ну, вы знаете, то же самое, что у нас, все пытаются что-то приписать в чехах на номер, где-то в баре тебя пытаются чуть-чуть, это, ну, это связано с тем, что зарплата виски у персонала, поэтому если вот брать такой отель не там, не национальный, не в центре, не бизнес-отель, а именно вот для отдыха пляжный, то, в принципе, проблемы везде одинаковые, нужно просто ухо востро, но в целом по цене, опять же, если лететь, то добавляете сюда какой-нибудь бизнес-класс, если с ребенком, ну, это получается, несомненно, дороже в Черногории, и вы еще подвязаны на то, что вы не можете там обменять некоторые билеты, то есть, ну, какая-то подвязка, все-таки в России намного проще, сел, 2 часа ты там в Москве, то есть, такого нету, языкового барьера там тоже нет, да, все по-русски, но вроде как, когда ты хочешь объяснить, как тебя обманули, да, топ-менеджеру, приходится на английский переходить, потому что она тебя, я, говорит, не понимаю, что это значит шуры-муры, что это значит мучат персонал, я говорю, ну, это мучат, вот, а по поводу вот путешествовать по России, именно вот, как в Америке, да, вы сейчас аналогию затронули, они путешествуют все-таки на кемперах и автотрейлерах, а это в нашей стране невероятно дорого, это от 3-4 тысяч в сутки аренда только трейлера, более-менее приличного, это ту мач, и с учетом дорог, ну, реально в копеечку вылетишь, это не, ну, невыгодно, вот, все-таки, может быть, вы посоветуете, как, вот, среднестатистическому, ну, пускай я из Москвы звоню, москвичу или среднему классу человеку, вот в России хотелось бы, конечно же, отдохнуть без... Причем не только на пляже, я так понимаю, да, потому что есть у нас, собственно, чем заняться в России-то, не только на пляже. Да, да, вот именно кроме пляжных чебуреков и, там, шаурмы, вот, куда-то вот не валяться, а именно, может быть, вот, интересно с детьми, там, я не знаю, может быть, на этих кататься, ну, что-то такое, вот, семейный, обычный, среднему человеку посоветуете досуг провести, в том числе и летом, вот, не запираться на пляж, а полезно где-то подышать воздухом, посмотреть, побродить, погулять, вот, кроме, там, понятно, подмосковные курорты есть, ну, опять же, если брать Красную Поляну, там, и все вот эти... Ну, там не проедешь. Ну, это мы после, да, после 14-го года посмотрим. Жень, у меня, спасибо вам за вопрос, у меня еще к вам, собственно, последний, да, чтобы вы озвучили. Вы, вот, при всех равных условиях, может быть, или при всех условиях, которые могли бы, так сказать, конкурентоспособны, вы все-таки где будете отдыхать? В России или за рубежом? Все, он у нас ушел. Ну, я имею в виду в хорошем смысле, да. Ладно, спасибо огромное нашему, нашему слушателю. Я так понимаю, все-таки он, да, он такой в хорошем смысле патриот, он хотел бы отдыхать в России, но вот видите, он объективно сравнил, это вот так, это сяк, и... Вот, да, парировал он, собственно, да, твой рассказ о путешествиях. Ну, мне кажется, что мы, естественно, не должны забывать про инфраструктуру, и что, скорее всего, это не автокемпинговые только фургончики, а это еще большое количество мотелей, которые для путешественников как раз-таки приспособлены и придуманы, да, и это возможность минимизировать затраты, которые у путешественника возникают в процессе. И здесь мы должны, естественно, понимать, куда человек собирается и на какую дистанцию. Если говорить о том примере, который привел Евгений, что есть желание бывать где-то в Москве и МОС-области, то очень много интересного происходит сейчас в радиусе от 15 до 150 километров отъезжая от Москвы. Ну, Семен, согласен, это небольшой радиус. У нас страна шестая часть суши, а мы в 150 километров, у нас туризм. Все, спасибо, мы сейчас слушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, продолжаем. И Женя перезвонил нам, давайте мы его сразу послушаем. Жень, спасибо, что перезвонил. Собственно, у меня был вопрос вот такой. С точки зрения патриотизма в какой-то степени. Ну, если при равных условиях, да, при каких-то ты сравнишь и поймешь, что это примерно одно и то же, ты все-таки где будешь отдыхать с семьей? При равных условиях я буду отдыхать в Россию по одной причине, что вот когда подходил последний день оплаты за три недели, там была такая огромная сумма, да, там не одна тысяча евро нужно было отдать. И вроде деньги у меня эти были, вроде они на карте. Но у тебя вот такое чувство, что вдруг сейчас вот не получится что-то. И тебя в этой стране как бы, вот что делать, вот, ну, какой-то есть, я не пойму, ты, ну, вот, какая-то вот тремор, да, вот, и он, в принципе, каждый день есть, что вдруг не сработает, вдруг не это. И ты не рубли, то есть тебе должны это евро, ну, вот, какая-то есть там. То есть сейчас заплатируются где-то там в России твои банковские эти реквизиты. Наличность вроде нельзя с собой. И вот в этом плане, конечно, в Америке хорошо, поэтому они самые непутешествующие вне своей страны люди, потому что они любят именно свой закон, чтобы, ну, потому что их обманут в другой стране. Вот у нас, в принципе, то же самое, то есть сколько сталкиваются туристы во всех, каждый раз, наверное, каждый выезжает, видит эту несправедливость, и ты в мелких не можешь поделать, а по-крупному, ну, тем более. Вот при прочих равных я, конечно, бы остался в России. Но изучая даже подмосковные предложения, это либо пафосные какие-то отели по 10 тысяч рублей в сутки, либо какой-то... Кстати, зря ты говоришь, вот у нас в гостях Семен Фомин, и там, я так понимаю, да? У нас гораздо более бюджетные предложения. Жень, спасибо огромное, у нас еще есть звонки, до свидания, спасибо. Давайте послушаем, Илья на связи. Илья, добрый вечер, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, я бы не согласился с предыдущим звонишем по поводу того, что стоимость за рубежом, ну, как бы, дороже получается, чем у нас на Черноморском побережье. Ну, всем известны цены, что наводцы побережья явно зашкаливают за все разумные пределы, учитывая тот сервис, который дает полное отсутствие инфраструктуры, полное отсутствие путей сообщения, потому что, ну, согласитесь, на плацкарте за такие деньги ехать... Да, это страшное дело с детьми, я тут полемянницу встречал позавчера, это ужас, что там было. На самолете, билет на самолет вполне соизмерим с билетом в Европу, а на машине, я 10 лет назад ездил в Суапсе, больше я на машине туда не поеду. Поэтому сейчас очень активно, кстати, хотел заметить, развивается туризм, вот, так сказать, рыболовно-охотничный, и в местах таких знаковых, как, например, Ахтуба, очень много, огромнейшее предложение, баз, отели на любой вкус, на любой кошелек, причем прекрасного качества, как правило, это небольшие предприятия такие, и этот бизнес очень активно развивается. Илья, ну согласись, это все-таки специфическая вещь, это мы вот с тобой поедем, а что жена с детьми будет там делать? А вы знаете, что нет, сейчас все больше и больше, это не просто вот рыболовная база рыбака, где люди рыбачат и все, то есть, понимая, что люди ездят семьями, что жены, ну, на рыбалку не всегда отпускают мужей, а иногда едут с детьми вместе, то все отели с каждым годом предлагают уже программы развлекательные, предлагают для детей, для жён. То есть комплекс такой, да, комплекс? Комплекс, понимаете, да, чтобы семья не скучала, пока муж занимается любимым делом. Причем очень гибко, активно, и я думаю, что вот на сегодняшний день это вот такой тренд в нашей стране, в нашем туризме. Спасибо, спасибо огромное, Илья. Вот, кстати, видите, по поводу трендов очень хорошо. Мне понравилось, романтично прозвучало, да? Жена не скучает, когда муж занимается любимым делом. Семён заулыбался. Давай рассказывай, наверняка, да, и у вас какие-то такие интересные истории есть. Мне кажется, что Илья сейчас совершенно фантастическую тему затронул, которая действительно имеет место быть, и в этом отношении хорошие новости, как сказал бы хороший священник, у нас на рынке есть перспективы. Так вот, в чем перспективы, в чем хорошие новости? Мне кажется, что в связи с тем, что мы оказались зажатыми в условиях того, что мы проигрываем, вот это то, что Константин сказал, мы действительно долгое время отставали и продолжаем отставать в основной своей массе по предложению. То есть, извини, изначально просто мы оказались в таких условиях. Да, это было статус-кво. То есть, то, что мы поняли, то, что мы приняли, и мы начали барахтаться и пытались выходить из ситуации, как смогли. Так вот, что произошло? Произошло то, что те предприятия, которые находятся на разных региональных рынках, попытались восполнить то ценностное предложение, которое они дают потребителю, тем, что как раз создают дополнительные блага, которые включают в дополнительный продукт, который находится уже в стоимости проживания того, куда человек приезжает. То есть, компании на местных рынках заинтересованы. Они понимают, что это их хлеб, и они понимают, что они будут здесь работать ни год и ни два, что это не спекулятивный бизнес, что это долгий бизнес. И в этом долгом бизнесе они будут завоевывать своих потребителей и работать над их лояльностью. Работая над этим, они предлагают комплекты услуг, они предлагают дополнительное развлечение, они предлагают дополнительный сервис. И на самом деле, как бы не тяжело было работать над этим сервисом, как бы не сложно было собирать персонал и учить его, мы это делаем. Мы понимаем, что нет другого пути развития. Мы понимаем, что если мы не перекроем вот этот провал ожиданий, который возникает у людей, которые к нам приезжают, мы не сможем завоевывать их лояльность. Это правильно. Это правильно. Костя, к тебе вопрос. Да. Ну, буквально два слова у нас. Звонков, видите, сегодня очень много. Народ истомился по качественному отдыху. Костя, смотри. Вот Илья, да, предложил такой тренд, тренд. Ну, мы его назвали как-то экзотический отдых, но он не такой экзотический, да? То есть, папа занимается своим любимым делом, а мама с детьми там тоже есть чем заняться. Может быть, действительно так? Поскольку у нас вот объективно, да, с морем никак, с пляжным отдыхом не так. Четыре месяца, три месяца там, всего лета-то, боже мой. Может быть, действительно надо переориентироваться, учитывая наши российские реалии. Вот, пожалуйста, лес, вода, рыбка там, да, охота, она же, она всегда есть, она круглые сутки есть. Может, это правильный тренд? Ну, это один из вариантов. Не только лес, рыбка, но в России есть и горы. И горы, да, на которых никто не бывал, кстати. На которых нет, но... Да, мы сейчас об этом поговорим, давайте послушаем Юрия. Юрий, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, господа. Хотелось бы вот рассказать про, так сказать, путешествие на машине. Этим летом ездили на двух машинах с Галопом по Европам. Именно по Европам именно? Или это просто присказка такая? Нет, именно по Европам. Это началось с Украины. На один матч на Евро мы заехали. Далее Венгрия. Потом... Так, что у нас после Венгрии? Германия. Венгрия, Прага, то есть Чехия и, соответственно, Польша и Белоруссия. Ну, то есть Восточная Европа, да, так сейчас это называется? Да, да, да. По Восточной Европе две недели на двух машинах обошлось путешествие. Вот на двоих нам с супругой вышло где-то 140 тысяч. Это с бензином, со всеми отелями, с едой. Причем скажу, что отели трехзвездочные, ну, в Европе трехзвездочные отели-то нормально. Такой отель, скажем, не как у нас нормальный сервис, но нам суть была переночевать. Не отказывали себе ни в каких ресторанах, там экскурсиях и так далее. А в России, если брать такое путешествие, ну, я по России передвигаюсь, бывает на машине, но это реально страшно, это просто у нас дикая страна. На самом деле, вот как нас представляют, что у нас... Юра, Юра, подожди секунду. Страшные за счет чего? Дороги страшные, правильно? Можно убиться все время. Или страшные по поводу сервиса? Во-первых, можно убиться на дорогах, во-вторых, на дорогах могут убить. По поводу сервиса могут отравить и так далее. Страшные какие-то ищи. Нашу Россию единственное может сравниться Польша и Украина. Подобная наша страна. Даже в Белоруссии все прекрасно и замечательно. То есть, вывод какой ты сделаешь? Ты бы не рекомендовал все-таки, да, в России отдыхать? Ну, у нас просто нету даже инфраструктуры по воздуху. То есть, мы не готовы. Это безумно дорого, если что-то нормальное. Я понял. Спасибо, Юра, спасибо. Это средний твой. Спасибо, спасибо. Прокомментируй, Кость, прокомментируешь? Ну, да, в общем-то, в этом есть, как говорится, своя доля правды. Доля только? Ну, большая доля. Да, у нас ведь уже, как сказать, рыночной экономике уже 20 лет. И у нас есть... Ну, 20 лет это не так много, если говорить о... С одной стороны, но вы знаете, Турция начала развивать свою инфраструктуру туристическую 25 лет назад. И 25 лет назад вот в этой бухте в Белике, где сейчас стоит 40 отелей, 5 звезд, там не было ничего. Вот. Или взять, например, Сингапур, который получил независимость в 65-м году. И за время жизни одного поколения, по сути дела, из джунглей, из леса, был создан город-сказка. Поэтому 20 лет много. А в России есть чудесные места. Несравнимые ни с Баварией, ни с Баварскими Альпами, ни со швейцарскими. Есть удивительные места типа Байкала. Это... Или Камчатка. Это неописуемые красоты места. Но за 20 лет там так и не появилось приличных средств размещения. Потому что, ну, иностранные туристы, для них, конечно, это обязательное условие. Они... Мало кто будет жить в палатках там или в каких-то... Ну, если они за экзотикой не едут, вещи такие иностранцы, да? Таких очень мало. В первую очередь нужны цивилизованные средства размещения. Так вот, там ничего не появилось. Почему? Почему, Кость? Почему? Вот почему. Невыгодно строить, видимо. Невыгодно строить. Да, это же... Я вспоминаю один фильм известный. Помните, там такой эпизод. Молодежь смс-ками общается, да? У девочки, мальчик на Байкале сейчас. И вот она переписывает. Ответьте на вопрос. Смс-сообщением. Как на Байкале? Красиво. Как там? Красиво. А как увидеть эту красоту? А для этого нужно что сделать? Взять билет на самолет, на поезд. Он будет стоить огромных денег. Приехать туда, жить там в палатку. Холодно, да? Комары. И ты подумаешь, подумаешь и скажешь. Ну, давай так, смс мне пришли. Или фотографию на мобиль. И этого будет даться. И вот весь этот туризм. Да, немцы, которые были у нас в горах, на домах, им очень понравилось. Они говорят, жалко, конечно, что такая красота. И пропадает. Но так она труднодоступна. Ее же нужно предлагать. Да. Значит, смотрите, у нас не так много времени осталось до следующих новостей. А у нас много звонков. Давайте послушаем один из них. Значит, у нас на связи Александр. Александр, добрый вечер. Говорите. Добрый вечер. Я как раз хотел, коротко, по поводу тренда на развитие рыболовного и прочего туризма. В этом году я съездил в Норвегию экзотически почти путем. Летел в Германию. Там с друзьями мы сняли машину. Они живут там. На машине проехали через всю Германию, Данию. Сели на паром. На пароме в Норвегию. И там до места на машине неделю прожили и вернулись таким же путем обратно. Вся поездка мне обошлась перелетом около тысячи евро. Да бог с вами. Все вместе она обошлась. Это только дорога? Подожди, подожди, Саша. Только дорога? Все вместе. Это перелет на самолет. Это аренда машины на шестерых. Это аренда дома в Норвегии. Да ты что. Это бензин. Это продукты. Это аренда дома в Норвегии и лодки в Норвегии. Бензин на лодку. Реальные расходы тех, кто ехал из Германии, составили 600 евро в нос. Лихо, лихо. Это такая сейчас турфирма, которая приглашает людей на Ахтубу и в те края вы ни за что такие деньги, даже за неделю при носном размещении питания, не уложить здесь. При том, что в Норвегии это гарантированная морская рыбалка. Ну да. В гарантированной ловле, потому что там есть рыба, в человеческих условиях. Причем мы жили не на рыболовной пазе, вот как здесь есть предложение. Мы снимали концерт. Цивилизованный, да? Цивилизованный. Сауной, со стиральными машинами, с телевидением, с хорошей кухней, со всеми пирогами. Красота. Я хочу сказать, что вот добавил к комментариям вашего собеседника, что вот сейчас, в тию минуту, создать такую инфраструктуру нереально. Невозможно, да. А люди живут сейчас, и разумеется, они будут ехать туда, где есть предложение. Логично. Поэтому что-то изменить, это надо совершить такое чудо, как в Сингапуре. Прорыв, прорыв, качественный. Саш, спасибо огромное за рассказ. Значит, уважаемые слушатели, у нас еще есть два звонка. Игорь Николаевич и Александр сейчас ждут своей очереди. Но я прошу прощения, мы сейчас с вами прервемся. Тем не менее, послужим новости на Финам.ФМ, а потом с вами пообщаемся. Ну что ж, продолжаем, друзья мои. Я делаю вывод, уже, в принципе, времени не так много. Вывод. Заскучал, заскучал наш отечественный россиянин, понимаешь. Наш собрат, наш согражданин. Заскучал по качественному отдыху. Вы посмотрите, какой фурор практически. Давайте не будем держать слушателей и поговорим с ними. Игорь Николаевич, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, абсолютно согласен с предыдущим мужчиной. Я правильно абсолютно сказал. Несколько раз сам так ездил. Но, правда, единственное, что он на своей машине из России, в Норвегии. Отличный тур. Обходится абсолютно недорого. Но нельзя списывать со счетов, что все-таки то, что сейчас есть, тенденция развития такого туризма, как рыболовство, охота. Я там увлекаюсь охотой больше 10 лет. И езжу по России немножко охотничьей. Можно отъехать совершенно недалеко, 700 километров от Москвы. Это будет в Храмской области. Отдохнуть там очень неплохо. Есть гостиницы. Ну, немножечко, как бы, да, может быть, это под Храму. То есть они попроще, чем в Норвегии все-таки, да? Ну, конечно, конечно. Все-таки у нас и люди-то попроще, понимаете. Если построить там сейчас, как в Норвегии, вы имеете... Слишком жирно. Глаза на лоб вылезут. Да-да, слишком жирно будет. Да-да. Опять превратится все в то же самое. То есть тоже есть потенциал, да. Но не надо списывать со счетов, что забыты такие курорты. В этом году с удовольствием съездил в Абхазию. Хотя до этого ездил в Гуа, там, Мальта, вот так вот. Едем в Абхазию. Причем свадебное путешествие, как бы, не так просто. Получил массу удовольствия. Отличные санатории очень высокого класса. Там шитовая роща. Вот мы отдыхали за супругой. Я вам скажу, что сервис на уровне. Так что, знаете, туризм, который сейчас развивается, надо, конечно, развивать свой. Но не забывай, что Европа рядом, и она доступна. Да, согласен. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Ну вот, собственно, видите, разнополярный. У меня такое впечатление, может быть, это на удачу просто. Как повезет. Как повезет. Хотя про Норвегию никто не сказал, что плохо. А вот про Россию, видишь, один поехал, там, что-то не пошло. А вот Игорь в Абхазию, да еще на свадебном путешествии. Это же риск-то какой. Ты представляешь? Ты представляешь? На свадебное путешествие, он говорит, поехали молодой жене в Абхазию. Представляешь, если бы не срослось? Олег, я бы рискнул предположить, что удача – это всегда подготовка. Это как хороший экспром, да, и всегда подготовленный, хорошо подготовленный экспром. Подготовленная речь, подготовленное выступление. Это нормально. Я думаю, что, безусловно, мы не будем отрицать, и никто не возьмется это делать, что существует много разных продуктов, которые есть доступны и в Европе, и в Азии. Вот про Азию никто и слушателей не сказал. Огромный поток наших соотечественных едет туда, на прекрасные пляжи, за прекрасным серфингом, за песком, за морем, за солнцем. Есть много предложений. Мы не должны забывать о том, что наш местный колорит, наша местная специфика и то, что часто принято в последнее время называть этнографический туризм, это тоже очень интересно. Да, и мы не будем пытаться здесь создавать, во всяком случае, большинство предприятий, которые здесь работают, не будут здесь пытаться создавать кусочек Европы, или кусочек Азии, или кусочек Африки. Ну, в этом нет смысла. Мы будем пытаться создать то, что представляет наша культура. Конечно. Очень многие из моих друзей, которых я приглашаю куда-то поехать, а мы достаточно активно перемещаемся и смотрим на те другие проекты, которые расположены в соседних регионах, говорят, что я не жду кухни в Прованс, когда я уезжаю за 500 километров от Москвы. Я жду то, что я привык есть в России, то, что я привык пить в России. Но мне нужны минимальные условия для того, чтобы делать это, не опасаясь за свою жизнь и свое здоровье. Да, и больше это не нужно. А тем более, если мы едем в какой-то специфический, в хорошем смысле, регион, на Кавказ, например, мы готовы наслаждаться кавказской кухней. Это нормально. Главное, чтобы она была качественная. Или я еду на Дальний Восток, рыбалка и вот эти все истории волшебные, с рыбой связанные. Друзья, я опять прерываюсь, мы слушаем звонки. Их много, и невозможно этого не сделать. Александр, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Вот вы абсолютно правильно говорите, что не надо ждать от России Прованса или еще что-то. Но просто чего хотелось бы, это каких-то, не знаю, наверное, обменяемых цен, что ли. Потому что у меня коллеги из Карелии рассказывают про то, что пытались разные московские компании прийти на рынок, строить отели и так далее. Просто местные власти туда их не пустили. И вот на собственном опыте, я могу, вот я несколько лет назад ездил на машине в Карелию, она у меня под Петрозаводском, к сожалению, сломалась. Мне пришлось перелечевать. Это середина августа, понятно, что сезон, но я нашел единственную гостиницу, по-моему, за 6 тысяч рублей. Ну, какие-то бешеные цены для, ну, самой обычной гостиницы. Да, чистенько, аккуратненько, но как бы без изюминки. То есть в Европе вот такие гостиницы, ну, такого же уровня, да, стоят там, ну, не больше, там, 70-80 евро. То есть, к большому сожалению, очень часто приходится переплачивать, и, ну, вот этого не хочется. И непонятно, за что, что главное, да? Абсолютно непонятно. За отсутствие сервиса. В данном случае, да, Саша, вы за что переплатили? За отсутствие сервиса, потому что это одна гостиница там на огромное количество километров. А если, да, если мы говорим про юг, ну, я вообще не люблю пляжный отдых, но, например, мне, вот, кстати, вот к предыдущему звонившему реально очень рад, на него повезло в Абхазии, да? Но я ездил в Абхазию, мне просто было интересно посмотреть, и в Абхазии, на нашем юге, меня, честно говоря, убивают отношения. Знаете, у вас денег много, а нам еще на эти деньги целую, целую зиму жить. Ну, да. Вот это вот, конечно, очень сильно раздражает. Поэтому вы раскошеливаетесь, да? Ну, нет, поэтому я езжу либо за границу куда-то, либо, если по России, то вот я сейчас еду к друзьям на Алтай, да, то есть это интересно. Но вот хочу, это реальная мечта, съездить на Камчатку, но вот, честно говоря, просто не могу себе позволить хотя бы ту же прилет. Вот, 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 вот. И вот она проблема. Лучше, не знаю, там Индия и Непал. Но это дешевле, хотя там тоже... И опять мы упираемся в объективные вещи, да, отсутствие транспорта, логистики. Логистики нормальные, конечно же. И еще все-таки нужно менять психологию, не знаю, бизнеса. Есть люди, которые создают очень интересные, не знаю, там, в Ярославле очень хорошие гостиницы мы останавливались недавно. То есть нормальные деньги, нормальный сервис. Но меня просто, опять же, убивает, когда приходишь куда-то в положение, в какой-то местный ресторан, чьи вы и включили. Причем обслуживают тебя так, как будто бы ты им что-то должен. То есть, ну, потихонечку есть какие-то компании, люди что-то пытаются сделать, но, к большому сожалению, таких очень мало. Очень много. Спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо. Спасибо вам. Семен, тебе вопрос прокомментируешь, вот это у меня интересно. Откуда это действительно берется? Я приезжаю, и такое ощущение, что я кому-то, значит, всем должен, оказывается. Я вынужден согласиться с этой тенденцией, она действительно существует, и это то, за что бывает стыдно, работая в этом секторе, работая в этом бизнесе. Откуда это берется? Все очень просто. Я думаю, что те новые проекты, которые появляются, или не очень новые проекты, которые появляются, они пытаются ставить себя как хорошие менеджеры в какие-то рамки и условия, когда пытаются вернуть вложенный капитал в определенные сроки, и если они этого не делают, они начинают себя считать плохими менеджерами. Но они становятся плохими менеджерами в тот момент, когда они начинают это делать. Потому что они пытаются переложить низкую загрузку, которую они обладают в течение года, пытаются переложить огромное количество дополнительных ненужных расходов, которые они несут на потребителя, что неверно. Поэтому именно на уровне управления предприятием принимается решение, какой ценностный эквивалент продукта получает потребитель. И если предприятие думает в долгую, оно всегда найдет возможность не повышать цены в зависимости от сезона, не включать чаевые в счет гостя, дабы обязать его платить за сервис, который, может быть, он не получил, и не совершать других действий, которые уничтожают лояльность клиента. — Да, согласен с тобой. Спасибо огромное. Друзья мои, еще один звонок, давайте только коротко, и нам надо будет подводить итоги уже. Значит, в эфире Александр. Александр, добрый вечер, говорите. — Да, здравствуйте. Я звоню из Москвы, очень люблю путешествовать по России, но надо не забывать про такой интересный момент, как горящие туры, которые, на самом деле, практически полностью перечеркивают возможность путешествия по России, потому что... — Потому что здесь нет горящих туров, да? — Нет горящих туров, да. А, к примеру, в Египет, вот у меня лично пример есть, моя девушка, ну, не далеко, чем два года назад, она отправилась в Египет, в четырехзвездочный отель получила там вполне себе достойный сервис, очень хорошо отдохнула и была страшно рада. По цене всего лишь 7 тысяч за человека. Это с перелетом, ну, полностью, все включено. — Ну, это вот тот самый горячий тур, я правильно понимаю это? — Это горящий тур, да, вот за 7 тысяч она приобрела. У нас за 7 тысяч, ну, можно купить билет на самолет до Санкт-Петербурга, допустим. — Ну, да. И остаться там, в Санкт-Петербурге. Да? Потому что, чтобы обратно вернуться, надо еще 7 тысяч. — Ну, это хороший город Петербурга. — Почему не пожить? Да, Саш, извините. Алло, алло, алло. Алло. Пропал наш слушателей. Сорвался звонок, к сожалению. Ну, ладно. Я предполагаю, что основная идея была та же самая, да, то есть все-таки мы недостаточно конкурентоспособны. Пока еще, все-таки вот слово «пока» я его подчеркну и заканчивая уже передачу, так сказать, подводя итоги. Костя, я, Семен, я прошу вас, ну, достаточно коротко сформулировать все же, что нужно, ну, такими широкими мазками, на что надо смотреть, а что мы стали, а, конкурентоспособны, б, чтобы большинство наших соотечественных смотрели все-таки и на внутренний тунинг так же активно, да, ну и цель, какое-то участие государства, может быть. Вы знаете, ну, давайте все-таки не так все уж и плохо, да. Ну, это очевидно. Все-таки Россия, гостиничный бизнес сейчас развивается очень сильно. И шагнули уже в глубину России, в крупные города и не очень крупные города, мировые гостиничные сети, такие как Хаят, Холидейн, Парк Инн, Резидор. В крупных городах, ну, городах-миллионниках и там до 500 тысяч жителей практически каждый посещающий этот город может найти гостиницу на свой вкус и кошелек. Другое дело, конечно, что в сезон цены, они будут разниться, если взять такие города, как Сочи или даже Санкт-Петербург, то цены... Потому что это сезон. Потому что это сезон и за этот короткий период люди зарабатывают себе, можно сказать, на весь год. Отбивать надо, да, вложения? Костя, спасибо огромное. Семен, два слова буквально времени нет, там 10 секунд осталось. Я думаю, для того, чтобы преодолеть те проблемы, которые перед нами стоят, нам нужно лучше участвовать в диалоге между компаниями, предоставляющими туристическую услугу, будь то туристическое агентство или гостиничное предприятие, предприятие сферы тура индустрии на местах, и конечным клиентам. Благо, все современные связи и коммуникации сейчас это позволяют, и мы это будем делать. Все, Семен, спасибо огромное, уважаемые слушатели, отдыхайте с удовольствием, желательно в России, всего хорошего, бизнес-класс.